Здравствуйте, Елена! Расскажите о себе, как вы пришли в инфодайвинг и с каким вопросом. Здравствуйте! Значит, пришла я в инфодайвинг, можно сказать, через трудный такой тернистый путь, начиная с самого рождения, можно сказать, у меня была неизлечимая болезнь. Врачи ничего не могли сделать с ней, говорили, что можно только войти в ремиссию, но полного излечения никто не гарантировал. Ну и в каком-то осознанном таком моем возрасте я начала поиски, но все-таки поставила, можно сказать, смысл жизни у меня был, просто найти какой-то способ, потому что я верила в то, что как-то все равно же можно исцелиться, то есть вера такая была. Расскажите, что за болезнь, почему она неизлечимая? У меня, значит, кожная болезнь, называется ихтиоз, вот ее название такое. Когда врачи как-то ставили сначала атопический дерматит, очень долго ставили, но это давно уже была, медицина у нас еще была в то время на таком уровне примитивном. Он выражается, ну вообще, как я в интернете прочитала, такое название «рыбья чешуя». Но у меня, наверное, не такая острая форма, не такая прям вот, даже вплоть до того, что есть формы, которые несовместимы с жизнью. Но тем не менее, я как бы, все мое тело покрыто было такой, можно сказать, ну чешуйчатыми такими вот образованиями, я не знаю, как это назвать. Вот, но единственное, что вот область лица, там груди, вот там этого не было, там где-то внутренние поверхности, ну а все остальное вот это вот было в таком вот, в маленьких таких прыщиках, которые были очень сухими. И как бы мы обращались к врачам, и был один ответ, что это неизлечимо. А скажите, а почему врачи считают, что она неизлечимая? Ну, они говорят, что как бы организм при этой вот болезни, это какое-то нарушение, он не вырабатывает или не усваивает витамин А. И получается, что как бы, что бы я ни предпринимала, он не усваивается, следовательно, кожа его тоже не усваивает. Но почему-то они считали так. Они вообще, ну, например, мне не говорили, что это генетическое заболевание. То есть природу я не знала. Хорошо, давайте дальше. Как узнали про это дайвинг? Ну, хочется быть здоровой в любом возрасте. Начала искать каких-то там методов, там медитации. В один момент я наткнулась на Наталью Зайцеву, на ее видео. Во-первых, мне было все интересно, все, что вот какое-то такое, ну, там, на тот момент это были погружения, это доставали информацию. Меня это очень заинтересовало. Я просто начала, ну, просто смотреть, и мне это отзывалось. В один прекрасный момент мне захотелось на консультацию попасть, потому что, ну, я понимала, что это как-то работает. И тут на одном из стримов, я начала смотреть каждый стрим, и на одном из стримов Наталья объявила, что она набирает экспериментальную группу, там, человек 20. Благодаря экспериментальной группе, которую мы набирали в октябре 2019 года, набрали, мы смогли для себя понять, с какими заболеваниями мы можем работать, и с какими не можем работать пока, и систематизировать свою работу. И я решила, что это какой-то мой шанс, то есть это можно параллельно и консультации вроде как посмотреть, и в то же время, вот, и я, ну, что-то пошла ва-банк, я написала именно вот то заболевание, которое я считала, что, ну, оно такое, которое, ну, к другим обращаться уже бесполезно, потому что прошла и через целителей, и бабок, и никого только там не было. А скажите, какая там работа проводилась, консультация была или еще что-то? Ну, да, была консультация, да, меня посмотрели, была кармическая история, древнее племя, чтобы защитить тебя от стрел с ядом, оно провело какой-то ритуал, чтобы что-то, какую-то мутацию с кожей сделать, чтобы не так влияло вот этот яд, стрел с ядом на кожу. И в результате, ну, перестарались, и произошла мутация. Потом я это через некоторое время нашла подтверждение в интернете, что действительно сейчас уже начинают доказывать, что это генетическая мутация. Поэтому я поняла, что это генетическое заболевание однозначно, и понимала, что с ним, конечно, вот на раз, на раз-два-три не справиться, что это какой-то процесс. У меня я чувствовала, особенно в начале, как происходили процессы, вот моя кожа как бы такое прям шевеление какое-то там чувствовала. Ну и сейчас, в принципе, есть какие-то остаточные явления, там, они есть, но я не скажу, что они просто как рубцы такие маленькие-маленькие, поэтому как бы смотришь на, ну, как бы, по сведу, что-то, ну, как бы, нету там идеального. Но все равно по ощущениям, по гладкости она совсем другая. Сколько времени прошло с консультацией, сколько с вами занимались по времени? Ну, когда это было где-то, наверное, в октябре, я вот точно не помню, да, экспериментальная группа в прошлом году. Потом, значит, и вот с октября по май была группа, занимались. Потом было объявлено, что группа закрывается. Ну, а потом как-то по такой, можно сказать, случайной закономерности, по стечению обстоятельств мы с Натальей снова списались. И она говорит, что мы вышли на такой уровень более, ну, на другой уровень, что можем вас взять и посмотреть. Я говорю, я согласилась, мне было, конечно, интересно, потому что я написала, что где-то 60-70% у меня результат, ну, на данный момент. Вот. И они взяли меня снова в работу. То есть сейчас вот сначала работы прошло там год и два месяца примерно. Да. И несмотря на то, что зима, обычно ухудшение зимой, да, у вас все хорошо и практически там ничего, ну, очень мало осталось, да. Практически вы считаете, что излечение, да? Да, я считаю, что да. Ну, у меня еще цель такая, чтобы это все не передалось по генетике дальше, потому что, ну, хочется закончить уже на себе. У вас есть дети? Да, у меня двое детей. Вот. Ну, дочь у меня и сын. Ну, и хочу сказать, что у дочери, первая дочь, у нее, как бы, какие-то были такие проявления, но она, как девочка, она начала вот это все ухаживать еще как-то. И у нее, как бы, все в порядке. Ну, и как-то второй сын, пять лет разница у них, вот у него уже вся вот история начала как-то повторяться с моей. Само в рождении, атопический дерматит. И как-то все это пошло-поехало, и я наблюдала, что как-то идет по моему пути. Вот сейчас ему уже 16, он, как бы, вот мы вместе были, как бы нас смотрели вместе. Наблюдаю, что, да, у него тоже есть извинения. Я, когда мы пришли в эксперимент, вообще все мои искания начались именно с его болезни, с его каких-то, у него там бронхиальная астма была, и все это сопутствующее. И вот на данный момент, вот пока в эксперименте, пока нас вот вели, смотрели, и до сих пор у него не было приступов астмы ни одного. А до этого, как приступы астмы, как часто были? Вот до того, как пришла, летом точно вот у него начиналось с мая месяца, и пока все это цветет, и он не мог там без каких-то, ну, что-то. Я пыталась, да, ночью ходила, смотрела, там, не задыхается ли он еще как-то. Ну, я понимала, что, ну, я старалась как-то по-другому. Ну, или что-то такое, типа сальбутамола, чтобы немножко расширились легкие, но не гормоны. Для меня это было как-то... Я понимала, что если посажу его на гормоны, то это уже, как бы, можно надолго. И вот сейчас, ну, год назад сделали отработку вам, и параллельно ему, получается, да, что-то досталось. И после этого, как бы, пропали эти приступы, и он ничего не принимает. Вот это лето, да, спокойно, не было ничего. Как-то параллельно вот такие вот проблемы, вот эти, которые именно касались не только там актиоза, а плюс там других заболеваний, они вместе уходят как-то. А вы какие-то практики сами тоже делали по инфодайвингу? Стараемся быть в теме инфодайвера. Конечно, может быть, какие-то, ну, платные курсы, ну, мы еще не проходили, еще, наверное, не созрели для них, но то, что дается коллективное погружение, те, которые клубы были, мы, как бы, вот вся информация, вот, как Наталья говорит, очень много информации, такой бесплатной, которую, вот, они выдают, кто возьмет, тот возьмет. Ну, действительно, можно взять. У меня просто муж, он, ну, обладает, можно сказать, видением, и он, например, бутерброд, тот, о котором говорят психически, ну, как бы, тоже видит. И поэтому вот иногда в медитациях каких-то, когда есть время, ну, мы практикуем, тем более мы, когда попали в экспериментальную группу, мы, как бы, с девочками общались, и до сих пор мы, у нас есть группа, мы просто вот собираемся по мере возможностей, иногда, боже, мы каждый день собираемся, и мы практикуем, вот, практики, мы смотрим друг друга. То есть мы вот на этой волне продолжаем, ну, что-то свое, что-то там еще как-то. Но очень интересно. Я понимаю, что работает, вот это все работает, поэтому, как бы, не собираюсь останавливаться, да. Что-то, может, хотите еще рассказать, что-то пожелать другим людям? Ну, вот, я не знаю, посоветовала бы, конечно, записаться на консультацию к вам, чтобы, как-то понять, например, то или не то. Но жизнь меняется, конечно. И как я общаюсь с определенным кругом, кто прошел через инфодайвинг, у всех жизнь поменялась. И мое такое вот очень большое откровение для себя, что генетику можно изменить, и это здорово. Исследуя глубины психики, мы обнаружили интересные моменты. Например, то, что информация там пишется по подобию, как она пишется на клеточном уровне в ДНК. То есть заявлять о том, что психика содержит свои геномы или свои гены и так далее, наверное, сегодня неразумно, но информация пишется по подобию. И когда мы позволили себе взять в работу генетические заболевания, мы вдруг обнаружили, что именно в психике они подлежат редактированию. И есть в таком случае возможность влиять непосредственно не на материю, а на психику. И уже психика сама решит, как влиять на физическое тело. И когда мы начали экспериментировать в этой области, у нас начались первые результаты. Я вот наблюдаю, просто мне, во-первых, очень гордость такая у меня, что мои земляки, что я живу тоже в Минске, поэтому люди, которые где-то рядом, и они смогли, они перешагнули через все. Я вот у них что-то свое, хочется, чтобы центр большой был. Ну, просто вот как бы тоже вижу, что это будет. Но хочется, да, позветься и понаблюдать, как это все будет развиваться. Я на этом пути тоже. Вот, когда-нибудь, я думаю, пойдем дальше, тоже возьмем курсы, немножко разовьемся. Но сейчас на данном этапе на себе проверить, как это работает, это тоже большой шаг. Да, это здорово. Спасибо вам за интервью. Мы очень рады за вас и за себя рады, потому что у нас работа с генетическим заболеванием. Это тоже большой шаг вперед. Всего вам хорошего. Спасибо. До свидания. На сегодняшний день инфодайвинг очень интенсивно развивается. И мы рассматриваем, сравниваем, углубляемся в подсознании разных людей, тех людей, которые заказали у нас консультации, с которыми мы работаем в плане экспериментов, у которых мы можем увидеть, сравнить, проверить на результат, как что работает, и в дальнейшем сказать, да, вот здесь работает такой механизм, здесь другой. И в последнее время мы все больше приходим к заключению, что нам действительно нужен центр, который мы плавно, постепенно, наверное, когда-нибудь построим. И параллельно мы осознаем, что нам надо еще и научный подход к тому, что мы делаем, потому что очень много моментов, которые мы достаем из психики, которые находятся за гранью восприятия человека. То есть это мистика, полная мистика. И для человека невозможно связать там информацию 5000 лет в подсознании человека и настоящую здесь и сейчас. А оказывается, что именно та информация сегодня влияет и формирует болезнь, которая проявлена у человека здесь. И это, казалось, звучит просто невероятно, но мы идем путем, когда мы просто доверяем себе, принимаем любые невероятности и ставим во главу результат. Если у нас человек поправляется, значит, все остальное не имеет значения. Значит, все остальное мы как-нибудь, когда-нибудь объясним. Возможно, не сегодня. Сегодня, возможно, у нас не хватает знаний. Но придет время, когда у нас появятся эти знания, и мы сможем это положить в какую-то систему, в какую-то научную цепочку и так далее. Но пока как есть, пока надо нарабатывать опыт и результаты.